Командир батареи 152-мм гаубиц-пушек, старший лейтенант Малоненков Константин Иосифович, 19 марта 1945 года, был придан со своими расчетами штурмовой группе, которая должна была взять деревню Хеккендорф, сильно укрепленный оборонительный пункт противника. Шла Восточно-Померанская операция. Войска 1-го Белорусского фронта, помогая 2-му Белорусскому, перешли в наступление, прорвали оборону противника и с тяжелыми боями медленно стали продвигаться к Балтийскому морю. Немцы, несмотря на то, что война уже подходила к развязке, дрались отчаянно и ожесточенно, к тому же их оборона в Восточной Померании была сделана по всем правилам военной науки. Красную армию встречали бесконечные инженерные сооружения, прикрытые многочисленными минными полями и противотанковыми рвами, железобетонные доты, капониры, траншеи и блиндажи. Но самым главным препятствием были так называемые города-крепости, гарнизоны которых сражались даже в полном окружении. Такой крепостью и была сделана деревня Хеккендорф. Бой за этот населенный пункт сразу же завязался жаркий и кровопролитный. Пехота продвигалась медленно, а танки завязали в бесконечных линиях обороны. Первой целью батареи старшего лейтенанта Маланенкова стала местная церковь, с территорией которой велся особенно сильный огонь. Константин Иосифович, рискуя жизнью, под сильным пулеметным и минометным огнем, выдвинул свою батарею на расстояние в 500 метров и прямой наводкой стал обстреливать здания. Немецкие наблюдатели, сидевшие на колокольне, сразу же вызвали огонь своей артиллерии на позиции батареи Маланенкова, но их уже это не спасло. Церковь под ударами МЛ-20 рухнула, похоронив под завалами три пулеметные точки, два наблюдательных пункта и до 25 солдат противника. Благодаря этому наша пехота смогла ворваться на восточной окраиной деревни, а батарея товарища Маланенкова способствовала ее продвижению. Под ее мощными ударами складывался один дом за другим, где под обломками гибли солдаты противника. Также советские артиллеристы уничтожили противотанковое орудие вместе с расчетом, но в самый ответственный момент противник вызвал себе на помощь бронепоезд. Для штурмовой группы сложилась критическая ситуация. Красноармейцев было не так-то и много, а бронепоезд сразу же обрушил на советские порядки ураганный огонь. Пехота залегла, а танки, лишившись поддержки, стали отступать и искать себе укрытие. И здесь товарищ Маланенков проявил геройство. Чтобы вступить в артиллерийскую дуэль с бронепоездом, ему пришлось выдвинуть батарею на открытую позицию. Казалось, что это будет самоубийством, но наши артиллеристы показали себя с лучшей стороны. Точной наводкой они смогли послать свои снаряды прямо в цель. И взрывы на платформах испугали немцев. Бронепоезд стал набирать ход и ушел на запад. Воодушевленные такой грандиозной победой и воспользовавшись моментом, советская пехота с криками «Ура!» поднялась в атаку и очистила деревню от немцев. Напоследок батарея Маланенкова уничтожила дом, где находились наблюдательный пункт, два противотанковых орудия и до 20 солдат противника. Но фашисты, собравшись в единый кулак, предприняли мощную контратаку на деревню. Немцы, потеснив нашу пехоту, заняли несколько домов в Хеккендорфе и, используя выгодное положение, открыли сильный пулеметно-автоматный огонь из окон. В уличных боях красноармейцы опять стали нести тяжелые потери. И только расчеты Константина Иосифовича спасли ситуацию. Залпы орудий остановили продвижение вражеской пехоты, а потом Маланенков расстрелял и дома, занятые врагом. Только после этого немцы оставили попытки отбить обратно этот населенный пункт и отступили за реку Одер. За этот подвиг старший лейтенант Маланенков Константин Иосифович 31 мая 1945 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Кстати, Константин Маланенков родился 1 июня 1923 года в крестьянской семье в деревне Лисичанка Смоленской области. До войны он получил 10 классов образования, а после ее начала отучился в Подольском артиллерийском училище, а потом окончил курсы младших лейтенантов. В должности командира батареи 486-го пушечного артиллерийского полка он воевал на Западном, Брянском и Первом Белорусском фронтах. После Великой Отечественной продолжал службу в армии и вышел в отставку в звании генерал-майора. Проживал в городе Одинцово Московской области. Друзья, если вы хотите поддержать данный проект, подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. До свидания.